В своё время Соколов был гением Дануэлла. Его изобретения преобразили город. Электричество для фабрик, подвесные экипажи над улицами. Пока я росла, его жужжащие мигающие устройства охраняли меня. Его истории всегда меня смешили, а его возмутительные речи шокировали и аристократов, и смотрителей. Теперь, годы спустя, гением Карнаки стал Кирин Джиндыш. Изобретатель, давший герцогу жуткие часовые машины для убийства, которые ходят как люди, но людьми не являются. Часовые механизмы, которые убивают. Надо узнать, где держится Калова. Спасти одного гения и отправить за решётку другого, пока тот не создал целую армию часовых солдат. Калаков сражаться вместо простых смертных. Звучит не так уж и плохо. Ну, сначала... Записка от Меган Фостер. Доктор Гепатии нужны места для сна, поэтому я вынесла барахло из запасной каюты. Большую часть удалось продать. Вот твоя доля. Знают немного. Но уровень стоит дорого, а продажа ограничена. Впрочем, это не новость. Меган Фостер. О, это за то, что мы разблокировали ту дверь. Неплохо так. Мы это читали. Почему тогда восхитительный знак? Королевского убийцы больше нет. Следующая цель — Джиндаш. Я наконец-то узнала, как мои враги создали Королевскую убийцу. Прекрасный способ отрывать доверие ко мне накануне переворота. Если бы я остановилась хотя бы на минуту и задумалась, возможно мне удалось бы сохранить доверие народа. Но для этого мне пришлось бы проявить спокойствие и собранность. Как постоянно творят мои советники, это не самая моя сильная сторона. Но использовать сыворотку Александрии Гепати против нее самой — чудовищно. Я рада, что нашла лекарство. Александрия — блестящая алхимика, и теперь она продолжит исследование на благо Сирконуса. Я нашла Соколова. Его увезли в особняк Кирина Джиндоша — того самого изобретателя часовых солдат. Если Джиндошу удастся использовать Соколова в своих целях, все будет очень и очень плохо. Я вела машина Джиндоша в действии в башне Данула. Нельзя допустить, что будут удалить Лилы. Был такой союзник. Уверена, Джиндош рад, что его главный соперник оказался у него в плену. Только Соколов там надолго не останется. Точно говорю. Вот Шидом. Такое странное название. На этом корабле я плохо сплю. А когда будет заснуть, то снится мне что-то странное. И так я не сплю, не думая о Соколове. Вспоминаю, как когда-то он сидел в кулетке паба Песи Яма, стонный дикий зверь. К нему вонялось старой мочой и гнилым мясом. Но его не сломили. Он остался вверен себе. Он снова стал моим наставником. Я так нуждался в этом после смерти матери. Более становников, дары приносящих, говорил мне. Но я была еще ребенком, и я любила подарки. Думала, что нет ничего в мире приятнее подарков. Теперь я многое поняла. Еще я вспоминаю Каллисту, мою говернанку. Она всегда хотела путешествовать по свету на большом корабле. В конце концов, она уехала из Данула и уже через несколько месяцев перестала мне писать. Это подозрительно. Скорее всего, с ней что-то случилось. И, насколько я помню, Эмили из оригинала, она была не настолько наивна. А, кое-что таки забыли. Вот, думаю, вполне себе пока что подойдет. Проверка показала, что это весьма неплохой вариант против неудачно засевшего стражника. Так, хорошо. Она крепче, чем я предполагала. Очень способная. Честна ли я с ней? Ну, тайны есть у всех. Разве что мои похуже, чем у остальных. Ой, да ладно. Список дел. Отключать воду из машинного отделения. Еще одна неделя. Еще одна течь. Я потратил несколько часов в пустую, но не смогла ее заделать. Я перекрою воду, если найду вентиль. Этим надо будет заняться, когда спасем Соколова. Проверить трубопровод на мостике. Готово. Стреть масса. Готово. Купить рук. Готово. Возможно, вам стоит поговорить с Гепатией. Она решила пожить на корабле. Ей надо выбраться из Адормира. Хоть ненадолго. Хорошо. А, тут считаешь, нужно переговорить. Кажется, Гепатии потихоньку становится лучше. Кстати, вот. Что я наделала? Что я натворила? Все эти лица и голос Герцога. Он успокаивает меня. Она толкает меня вниз. Вглубь сна. Ладно, поговорим. Забездка до вторг Гепатии. На корабле. Ну, друзья, надеюсь. Я спала. К счастью, без привычных кошмаров. Нужно быть, морской воздух идет мне на пользу. Утром капитан Меган Фостер принесла чаю. Какая интересная женщина. Похоже, она понимает мои странные, разорванные воспоминания и сопутствующие им ощущения ужаса. Я должна вернуться в Аддер Мир, как только смогу. Последние несколько месяцев прошли, как в тумане. Чем я занималась? Что с моими исследованиями сыворотки от черной мокроты? Мои труды оказались так, как их ура строить. По-моему, у меня было нервное истощение. Потребуется время, чтобы прийти в себя. А, вот вы где. Побудьте со мной немного. Доктор Гепатия, вы помните хоть что-то, что помогло бы найти Соколова? Он нужен мне. Он помог бы пролить свет на планы герцога. Моя память подводит меня. Герцог близок с великим изобретателем Кирином Джиндышем. Джиндыш вообще не способен к состраданию. Но он восхищается Соколовым и презирает его. Мы были у Арамиса Стилтона. Тот мне понравился, но потом произошло что-то дурное. Дальше лишь обрывки воспоминаний. Простите. Отдохните. Думаю, вам это поможет. Надеюсь. Мне кажется, я еще не вполне осознаю, что вы для меня сделали в Эдермире. Но я ваша должница. Спасибо вам. Запасы, так сказать, на черный день. И нам надо где-то найти вентиль. Меган, наверное, на палубе. Ну, порадыш за нее. Вентиль. Где может прятаться вентиль? А, да. Пока не вылетелось в голове. Как выяснилось, если раньше сервис нам сообщал тут информацию о ключевых персонажах и о местности, то в этот арсенал, оно нам может даже сообщать о сущности обычных солдат и прохожих. Рамзи и королевский убийца. Две части головоломки. Не все. Ее здесь раньше не было. Ботаника и болезни. Значит, прочтем. Лекция по осиной лихорадке. Запись лекции, прочитанной доктором Александра Гепатией в Академии Антурфилософии. Понимаем на схема номер 7. Здесь изображена последняя стадия инфицирования трупными осами. Пациентке перед 7 лет. Она была директором школы до роковой находки большого гнезда в оранжерее умершего дяди. Обратите внимание на раны на лице и руках. А также на личиночные опухоли по всему телу. Но если он не может предать ее поведение перед смертью, самым шокирующим симптом прогрессирующего заболевания является синдром защиты гнезда. Даже без скрытия он свидетельствует о том, что личинки и продукты их жизнедеятельности поразили центр цели и полагания в мозгу жертвы. Понимаем на сребрографию номер 4. На данной стадии болезнь уже неизлечима. Но можно снизить уровень задержания пациента большими дозами опиатов. Данный пациент умер через 3 дня после того, как была сделана сребрография. Понимаем на схема номер 8. Здесь изображена полностью созревшая насекомая после трансформации с трупной осы. Теперь она имеет вид жуга. Обратите внимание на отсутствие грыльев. Оно больше не агрессивное и обладает множеством полезных свойств, особенно в области сельского хозяйства. В отсутствие этих насекомых пострадали бы многие посевы в сархоносе, что привело бы к потере урожая и заметному снижению прибыли. Мы найдем тебя, Антон. Интересно, как давно сделали эту сребрографию Джиндыша? Джиндыш с парой дюжин часовых солдат изменил всю империю. А если у него будет целая армия? Основные соведения о часовых солдатах. Внимание всех сотрудников после несчастного случая на прошлой неделе, великий избиратель Кирин Джиндыш доводит до всеобщего света на следующую информацию касательно часовых солдат. Весечный состав гвардии обязан ознакомиться с этим объявлением. Часовой солдат защищен усиленными... Деревянными планками? Если какой-нибудь негодяй разрушит их, то из-за его внутренней механизма останется без защиты. Если нанести удар по голове часового солдата, он начнет таквать всех вокруг, не разбирая врагов и союзников. То есть на тебя он тоже нападет. Вариатор дорогостоящей оптики, установленный господином Джиндышем в каждого из часовых солдат, эти машины видят спереди и сзади. Следует помнить об этом, если вдруг какой-либо из них взбесится. Если какой-нибудь дурак сможет подойти достаточно близко, то у каждого часового солдата есть маленькая панель для переключения восприятия врага и друга. Опять же, это означает, что он нападет на тебя. Не забывайте об этом, часовые солдаты будут вам помощью Аня Абузой. Третий дитент Флора Диас. Техническое отдел Нижнего города Варди Сирконуса. Действительно, почему бы механический солдат, который фактически сделан из стали, оставить уязвимым в области ключевых механизмов, поставив туда всего лишь дощечку? Хотя, я предполагаю, до этой дощечки попробую добились. Чтобы добраться до Джиндаша, придется сесть в экипаж и проехать через Нижнюю и Верхнюю Авенту. Под влиянием этого состава Гепатия совершала ужасные поступки. Но теперь она свободна. Итак, королевский убийца — марионетка герцога. И он справился со своей задачей. Нижнего города Варди Сирконуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, кстати, все думал, думал, он бы забывал. Вот Александрия Гепатия. За ней, по сути, велось постоянное наблюдение. Была уйма стражей. Ее вот так вот просто к нам отпустили? Или она сама по себе обладает какими-то специфическими навыками, чтобы скользнуть из-под носа личной гвары Ди Герцога? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, ваша подруга не потопит корабль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все готово. Ладно, выходим в море. Джиндаш очень важен для дружков Герцога. Его особняк охраняет гвардию. Так что, узнав, кто вы, они соберут на помощь целый город. Они не узнают. Значит, проход к станции закрывает световая стена? Да. Но поблизости есть подпольная лавочка. Там продают всякий запрещенный товар. Приходилось пользоваться монтажным инструментом? Корва учил меня теорию. Хорошо. Проберитесь сквозь световую стену, потом садитесь в экипаж и отправляйтесь к Джиндашу. Люди не зря боятся его особняка. Я все сделаю. Эмили, разберитесь с этим безумцем и его машинами и верните Соколова. Он мне очень дорог. Замечательно. Ничего надо смотреться. Если он не размыться, мы, так или иначе, в лавку заскочим. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь, конечно, все поскромнее. Этот город только для богатых. Не всем хватает места за праздничным столом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА